Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Поздравляю вас с новым 2018 годом. Пускай он вам принесет и счастье, и здоровье, и пусть все ваши желания сбываются. Вы только очень-очень этого захотите. Ну, а садоводов особо хочу отметить. Спасибо вам за то, что вы пишете, спасибо за то, что вы звоните. Вообще спасибо вам за то, что вы есть. Благодаря вам наша земля цветет и плодоносит. Правда. Это правда. Сегодняшняя тема будет о препаратах, и она будет не одна, они повторятся, их будет достаточно много. У меня весь стол ими завален. Я хочу показать, чем я работаю, чем я пользуюсь и зачем это все нужно. И первое, о чем я буду рассказывать, это фитоспорин. Значит, в руках у меня пачка фитоспорина, и вы прекрасно с ним уже знакомы. Он бывает пастообразный и сухой. Как же пользоваться тем и другим, и вообще зачем его придумали? Значит, когда вы приходите в магазин, да, и просите фитоспорин, вы должны понимать, для какой вы цели его берете, и каким растением... Вот я даже не знаю, как сказать. Вы же, услышав где-то совершенно там одно слово фитоспорин, ой, как мне там хорошо помог, вы думаете, что это панацея от всех вредителей, от всех болезней. Это удобрение не знаю какое. Милые мои, как вы глубоко заблуждаетесь. Вот прям не знаю как. Ну, не надо быть такими наивными, да еще в 50-60 лет. Фитоспорин вообще придуман для того, чтобы дать возможность нашим растениям, семенам, ну, имея защитную, какая там пленка, там все в нано-микронах, но какую-то чуть защитную пленку для того, чтобы для начала попав в почву, как-то противостоять тем злобным бактериям, да, потому что вы же картофель не отправляете в нейтральную почву. Вы же наивно думаете, что я сейчас как ага лялю в эту лунку из золы, из этой кислого перегноя, из суперфосфата, который в жизни там не растворится. Конечно, у картофелины шок. А настолько агрессивная среда для растения, что оно не понимает, куда оно попало. И вот защитная пленка, которую бы, да, вы бы нанесли хотя бы опрыскав картофель, конечно бы спасла как-то растение. Но ведь фитоспорин и придуман для того, чтобы немного защитить. Слышите меня? Немного. Ну нет стопроцентной никакой защиты. Не надо думать, что навалив в лунку этого порошка или там разведя эту пасту на бочку упаковку, что всё, мне ничего не надо. Слабый раствор, чуть мутноватый фитоспорина, вот такой нужен раствор для того, чтобы заселить в почву бактерии. Так прежде чем заселить в почву бактерии, вы же должны понимать, что там должна быть среда для вот этих бактерий, которые здесь находятся, вот той, которая им нужна. Вот, знаете, правда, мне иногда жалко всех садоводов и дачников, потому что вы почему-то не хотите думать и обижаетесь на меня, когда спрашиваете, знаете, наивно хлопая глазами, я их прямо вижу там за вашими комментариями. А что я почистила чеснок и обработала во всех там этих самых, что вы сказали, он у меня весь сгнил. Слушайте, ну, пожалуйста, услышьте меня, он сгнил и будет гнить каждый раз, и не только чеснок, и не только у вас. Просто вы забываете, что нужно думать. Думать о том, что у меня в руках, думать о том, почему надо почистить чеснок с этим луком, у нас будет отдельная тема. И почему это вы, интересно, решили, что в неподготовленную почву вы посадили в конце ноября, а может быть и в декабре, и он у вас просто замерз и сгнил. Вы не позаботились ни о чем. Поэтому я оставлю тему этого, да, этой посадки луковичной. Я хочу вернуться к фитоспорину. Вот тут написано биофунгицид для защиты растений от грибных и бактериальных болезней. И вот среди вас есть такие дамочки, которые на слово грибных реагируют очень плохо. Не грибковых, а грибных, потому что есть грибки, а есть грибы возбудители болезней. Господи ты боже мой. Но могу сказать, что вот такой вот биофунгицид вряд ли справится с фитофторой. Как-то он ее будет держать. Как-то. Но если почва не подходит, не работает. Вот я это хотела до вас донести. А так-то, конечно, что вы все фитоспорин видели сто раз, и я уже вас учила. Отсеваем баклажаны, перцы, вся группа посленого, помидоры. И что делаем? Правильно. Высыпаем в колготочку старенькую или какой-то гольфик, да, и опудриваем поверхность почвы, потому что фитоспорин не даст разгуляться черной ножки. Вот это он делает просто великолепно. И еще, прежде чем говорить, ой, мне ничего не помогает, ой, я все пробовала. Послушайте, вот это вот написано по-русски от грибных и бактериальных болезней. А вот тут вот, как развести для каждого вида растения и сколько раз опрыскать. Это кто из вас три раза опрыскивал? Ну, поднимите руки, как на уроке сейчас будет. Да никто. Один раз, да, что-то там брызганул. А знаете, какой расход? Какой расход на одну сутку? Мама дорогая. Поэтому очень внимательно для вас написано. Научитесь читать и думать. И ведь все зависит и от состава почвы, от ее кислотности, от того, достаточно ли света растению, достаточно поливки растению, правильно ли вы это делаете, в какое время вы это делаете. Вот это все вам, знаете, до одного места. Вам главное золотые семена. А вы скажите, какие вы садите. От того, что я скажу, ничего не изменится. Я-то хожу за ними. Да, только я не делаю того, чего не надо, а делаю только то, что принесет им пользу. Поэтому прочитали? Фитоспорин. А теперь быстренько запишите себе все основное, что я вам рассказала. И все у вас получится. На этом я закончу. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok